МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как проводится ремонт дорог в Ленинском городском округе проинспектировал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Бюджетные деньги, поэтому мы должны все посмотреть внимательно, насколько они хорошо освоены. Первый снегопад. Коммунальные службы вывели на дорогу снегоуборочную технику. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие на месте, где совсем недавно произошло ДТП с пострадавшими. Пешеход всегда прав, когда подходит к пешеходному переходу, да. Но всегда нужно, необходимо убедиться в своей собственной безопасности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский городской округ, чтобы проинспектировать уже выполненные и находящиеся в работе участки дорог, запланированные в этом году к ремонту. О впечатлениях народного избранника и результатах проверки расскажет Юлия Погосян. Этот год для Ленинского округа отмечен масштабной реконструкцией проезжих частей, которая затронула 50 объектов в разных частях муниципалитета. На ремонт потрачено порядка 280 миллионов рублей. Кроме того, обновлено покрытие и региональных дорог, проходящих через наш округ. Одна из них – Володарское шоссе. Непосредственно территория от жилого комплекса «Пригород-Лесное» до съезда на Каширское шоссе. Запланирован несколько этапов работ. Это очень крупный проект, который идет под эгидой правительства Московской области. Значит, первоначальным этапом идет у нас капитальный ремонт, «Уширение автомобильной дороги от ЖК «Пригород-Лесное» до автомобильной дороги А-105 федерального значения. Значит, там появятся две полосы в каждую сторону, и будет осуществляться более легкий выезд в Москву жителей не только «Пригород-Лесное», но и поселка Володарского, Молоко, Восток и Футбол. Еще одна дорога регионального значения, которая давно нуждалась в реконструкции, в этом году она, наконец, была произведена – Расторгуевское шоссе. Участок возле микрорайона Бутова парк. Здесь в рамках программы по борьбе с пробками организовали дополнительную выделенную полосу для общественного транспорта. А для удобства пешеходов создали несколько регулируемых наземных переходов. Процесс идет, на месте мы не стоим. Администрация и депутатский корпус сделаны все для того, чтобы жителям обеспечить благоприятные условия для проживания и комфортные условия для движения к станции метро и к общественному транспорту. Эти и другие уже завершенные участки дорог проинспектировал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Как отметил народный избранник, реконструкция дорог в округе выполнена качественно. Замечания незначительные. Муниципалитету повезло с подрядчиками. Бюджетные деньги, поэтому мы должны все посмотреть внимательно, насколько они хорошо освоены и насколько качественно проведены работы. Впереди еще большой объем, потому что жизнь на самом месте не стоит. Сегодня мы сделали одно, а завтра надо увеличивать это, наращивать дорожную инфраструктуру. Нагрузка на дорожное полотно постоянно увеличивается, трафик растет, жители прибывают. Поэтому, конечно, впереди большие работы. Показали Владимиру Жуку и участок улицы Березовой, ведущий к большому круговому движению, на котором этим летом произошла масштабная реконструкция. Это один из самых долгожданных для горожан проектов. Юлия Богосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Осень в нынешнем году затянулась, многие уже соскучились по зиме и снегу. И вот сегодня видновчане смогли увидеть первый снегопад, а коммунальные службы вывели на дороге снегоуборочную технику. Мы, я имею в виду благоустройство, готовы к зимнему периоду работы. У нас достаточное количество уборочной техники и средств малой механизации. Кроме того, у нас есть определенный запас, противогололедный материал. У нас сейчас есть небольшой некомплект личного состава. Приглашаем на работу рабочих по благоустройству, дворников, подсобных рабочих, машинистов обращаться в отдел кадров МБУ Дорсервис. Конечно, на ближайшие дни синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла, и снег этот растает. Но, тем не менее, коммунальщики уже вывели технику для нанесения реагентов на поверхность дорог города и округа. Заготовлена песко-соляная смесь, реагенты закуплены, чистая соль. То есть песко-соляная смесь, мы ей обрабатываем асфальтовое покрытие автомобильных дорог муниципального значения. Реагентами и солью обрабатываем тротуары, пешеходные зоны и посадочные площадки автобусных остановок. Техника на 90% переборудована под сильное содержание. Подразделение «Дорожное хозяйство» обслуживает более 300 километров дорог муниципалитета, порядка 60 километров тротуаров, 110 остановочных пунктов. И если техники хватает, то рабочие руки очень нужны. В этом подразделении также открыто 10 вакансий дорожных рабочих, водителей и трактористов. Сотрудники ГИБДД провели очередное профилактическое мероприятие. Акция была организована на Березовой улице, где совсем недавно произошло ДТП с пострадавшими. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе около дома номер 9 по Березовой улице. Водитель при повороте сбил троих человек, переходивших в проезжую часть. В результате ДТП женщины и двойни совершеннолетних детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. После дорожно-транспортного происшествия сотрудники госавтоинспекции организовали профилактический рейд на опасном участке. Этот пешеходный переход нерегулируемый. Соответственно, пешеходы уверены в своей правоте. Пешеход всегда прав, когда подходит к пешеходному переходу. Но всегда нужно необходимо убедиться в своей собственной безопасности. На этом переходе мы собрались по поводу того, что часто происходит у нас. То, что дети нарушают правила дорожного движения, да, не соблюдают. И вот хотелось бы предупредить родителей немножко, да, о том, что за несоблюдение детьми правила дорожного движения, да, во-первых, они рискуют жизнью. Во-вторых, то, что родители несут ответственность за своих детей и привлекаются даже к административной ответственности. В ходе акции инспекторы напомнили пешеходам о правилах безопасности. Особенно это касается мам с колясками, которые очень часто переходят, к сожалению, неправильно проезжую часть дороги. То есть они сначала выставляют коляску впереди себя, а потом уже смотрят. Соответственно, мама должна подойти, убедиться и после этого только делать шаг вперед и после этого начинать перевозить своего ребеночка в коляске. Многие местные жители вовсе стараются не переходить здесь дорогу. Мы здесь не переходим. Нет, мы здесь не переходим, потому что лучше там перейти, чем здесь. Потому что здесь очень машины опасные. Водители очень часто невнимательные и почему-то они считают, что пешеход должен им уступить дорогу. То есть мы понимаем, что транспортное средство машина, оно довольно-таки тяжелое. И, к сожалению, водитель должен уступить пешеходу на пешеходном переходе. Приятным сюрпризом, особенно для юных участников дорожного движения, стала зебра, которая помогала переходить проезжую часть. Также ребятам были вручены световозвращающие элементы. Держи скорее, на курточку мама тебе приклеит, ладно? Ты будешь ярким, заметным и красивым. Это очень хорошая акция, что детей учат правильному ведению себя на дороге. Ну и родители, чтобы всегда держали ухо востро и детей не отпускали в свободной половине, так скажем, на дороге. Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают, что зебра – это не стопроцентная безопасность. На нерегулируемом пешеходном переходе надо быть особенно внимательными. До выхода на проезжую часть оценить расстояние и скорость приближающегося транспорта и только потом переходить дорогу. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 11 ноября свой профессиональный праздник отмечают офтальмологи – люди, знающие о глазах все. Именно они приходят на помощь, когда наши зеркала души перестают работать как положено. О том, как сохранить зрение с малых лет, они рассказали нашей съемочной группе. До 90% информации об окружающем мире мы получаем именно благодаря зрению. Глаза помогают нам познавать мир, общаться, ориентироваться в пространстве и просто полноценно жить. Поэтому, когда острота зрения портится, это повод немедленно обратиться к офтальмологу. В особой опасности – дети. Все это связано с гаджетами, с телефонами, планшетами, с дистанционными обучениями. К сожалению, родители каждый год не приводят, не записывают к окулисту и поздно выявляются какие-то нарушения. Поэтому это очень хорошая возможность обратиться к родителям, записывайтесь к окулисту каждый год. Врачи утверждают, каждый второй ребенок сейчас имеет проблемы со зрением. Чем раньше это заметят взрослые, тем больше процент зрения удастся сохранить. Представьте, что вы идете на фитнес и качаете одну и ту же мышцу. Что с ней становится? Потом несколько дней – она в тонусе. То же самое с глазами. Ребенок начинает на близком расстоянии, постоянно, долго, на протяжении долгого времени качать мышцы глаза. И происходит спазм, как вы сказали, вот знаете, да, спазм аккомодации, спазм мышц. Спазм аккомодации. Врачи говорят, если вовремя не принять меры, приведет к близорукости. Поэтому так важно следить за детьми. Не щурятся ли они, все ли слова с магазинных вывесок могут прочитать. Третьеклассник Георгий Летодиани. Всего только три недели, как видит мир во всех красках и подробностях. До этого мальчик долго скрывал проблемы от родителей. Раньше, ну, прям не хотел, боялся, что, ну, как что смеяться будут. Ну, у нас в классе много, кто очки носит, но... Не смеются? Нет, нет. Ты доволен, что теперь ты все видишь? Ну, да. Поколение гаджетов, хоть и ограничивало, но у нас все связано с гаджетами, абсолютно все. Поэтому и телевизоры, и школьные порталы, и учеба. И учеба, и захотим, чтобы не прогрессировало. Ну, а в дальнейшем уже будем смотреть. Ну, пока очки нравятся, потому что видят. Кроме ношения очков, мальчику порекомендовали посещать кабинет охраны зрения для занятий на аппарате «Ручеек». При близорукости рекомендуется делать такие 10-дневные курсы не реже, чем раз в полгода. Тренирует именно мышцы, то есть создает фокус, фокусное расстояние. Тут, значит, направлено на разную степень близорукости. На слабую, на среднюю, на высокую. В зависимости от этого, там в настройках мы увеличиваем размер букв. Также в кабинете охраны зрения множество других аппаратов, которые помогают при косоглазии, амлиопии, астигматизме, тренируют глазные мышцы. Ежедневно его посещают более 20 человек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в Центре социального обслуживания «Вера» проводится множество занятий для лиц пожилого возраста. Некоторые из них довольно привычные, но есть и весьма экзотичные. Складываем его по диагонали, затем по второй диагонали. Преподаватель по оригами Татьяна Судаева увлекается складыванием фигур из бумаги уже 20 лет. На нынешнем мастер-классе в Центре социального обслуживания «Вера» изучают процесс создания шарообразной фигуры, которая называется «кусудама». «Кусудама» в переводе на русский язык – это шар здоровья. В былые времена больной человек вкладывал в этот шар все свои надежды. Туда добавлялись травки, медикаменты, и до сих пор существует поверье, что он обладает магической силой. Одна из целей подобных мастер-классов – не только с пользой провести время, но и приобщить участников к древнему японскому декоративно-прикладному искусству. «И с детьми сесть, вот каникулы сейчас будут, с детьми сесть. Потом люди старшего возраста вечерами иногда телевизор не могут смотреть, посидят и поделают. Это очень хорошо, мелкая моторика пальцев, очень хорошо для наших извилин, чтобы они не распрямлялись». «Непосвященный человек скажет, невелика наука бумагу складывать, и только постоянные участники мастер-классов понимают, что учиться этому можно всю жизнь». «Подтягиваем к центру, у нас получается парус, который мы загибаем сюда». «Каждый мастер-класс длится не более 40 минут, а потому, чтобы добиться даже минимальных успехов, необходимо заниматься с преподавателем постоянно». «Только с опытом приходит вот это понимание сложности складывания такого предмета. И когда мы посещаем занятия Татьяны Николаевны, то мы, естественно, учимся у прекрасного преподавателя хорошо складывать, и у нас получается, и уже таких трудностей, конечно, не испытываем». Фигуры типа «Кусудамы» делаются из нескольких модулей. Эта техника позволяет создавать самые разнообразные сложные фигуры, которые могут стать отличным подарком к празднику. «В данный момент, вот мы говорим, мы к Новому году готовимся, год тигра, мы тоже делаем модульного агрегами, собираем тигров, елочек, елочки. Но вот на тигра уходит 750 приблизительно модулей». Подобные занятия в Центре социального обслуживания «Вера» проходят по губернаторской программе «Активное долголетие». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова